Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и у нас с вами Мукбанк! Всем, кто собирается есть, кушает, приятного аппетита! Давайте это делать вместе! Не снимала что-то пару дней, извиняюсь, выпала из ютуба. У меня сегодня картошечка с мясом, запеченная в духовке. И вот такой вот салатик. Здесь у меня перчик болгарский, лучок, чесночок, капуста и огурец. Заправила все маслом и чашлицового соуса. Добавила картошка с мясом, мясо свинина, запекала в духовке. Давайте начинать. Я себе положила совсем чуть-чуть. У меня есть кетчуп, не знаю, надо будет его, нет? Давно, кстати, не запекала мясо. Ну, я все как обычно, если кто-то будет спрашивать, мне иногда спрашивают, как я готовлю. Ну, нарезала мясо тоненькими кусочками. Как смогла, так, салфеточки. Затем что я сделала? На мясо, ну, на, там, это, такие приправы для мяса, соль, перец немножко положила. Короче говоря, так, как он называется? Чеснок. Ну, зубчик так порезала, тоненькими слайсиками. Перчик болгарский. Немножко. Ну, так, знаете, для вкуса. И лук. Затем картошка. И потом уже сыром. Это, в конце там. Посыпала. Ну, я вчера делала. Так сказать, остатки сладкие доедаю. Потому что вчера мне неохота было снимать, да и некогда. А картошку нарезала этими, ну, вот такими вот круглыми штучками я всегда режу. В картошку тоже добавила, там, приправы для картошки, или это поля, и все такое. Конечно, когда это только из духовки, это вкуснее. Намного вкуснее, но... Ладно. Когда только достаешь. Ну, давай лейся, лейся, лейся. Лейся, кетчуп, ля-ля-ля-ля. Не хочет. Вот. Давайте дальше. И есть. И есть, есть, есть. В общем... Про открытки что есть. Я уже половину салата съела, пока нарезала, пока собралась. И половину салата съела. Обожаю капусту. В любом виде. Ну, морскую капусту я тоже люблю, вы знаете. Про открытки что я хотела сказать. Я хотела сказать про открытки, что я инстаграм там оставляла под прошлым видео. Ну, что-то не все заметили, может быть. В общем, кто хочет обменяться открытками. Я прямо, наверное, даже где-нибудь здесь оставлю свой инстаграм, попробую не забыть. Потому что я могу забыть. Вот. И будем обмениваться. Пишите мне туда, и там мы с вами уже договоримся. Можете сразу написать свой адрес. Я вам первая тогда, если что, отправлю открытку. А потом вы мне. Так же мне спрашивали... Луз де ла луна, привет вам. На каком сайте посткроссинга я зарегистрировалась? Я зарегистрировалась на сайте... Как он называется? Посткросс.ру, по-моему так. В общем, наш русский. И я говорила, что я не могу вытащить адреса. Первый день, когда я зарегистрировалась. На следующий день я попробовала, и у меня получилось. Я вытащила пока что один адрес. Но там можно пять, по-моему, вытащить. Один раз. Сразу. Чтобы пять открыток отправлять. Пошлась у меня на почту. За марками. Захожу. Ну просто. Нескончаемый поток людей. Вот просто нескончаемый поток. Ну так много, но я не стала стоять. Это было где-то пол третьего. Ну то есть не только там с часа до двух у них обед. Думаю, ну может быть то, что на обед были закрыты. Пошла. Ходила, ходила, ходила. Потом где-то в четыре часа пришла. Захожу. То же самое, народу еще больше. Причем там два у нас этих окошка. Одно и второе. И работает только одно. Ну я не стала стоять. У меня времени не было. Это надо было идти домой суп доварить. И заевать в школу. Ну и плюс у нас на улице теплы. А так как отопление везде, там такая жарища. Вот в этой жарищей духотищи стоять я не стала. Я не знала, как мне купить марки. Нет, в принципе можно заказать. Ну какие-то такие красивые марки. Не как вот просто на почте продаются. Ну то есть и клейщиеся. А ну такие марки, которые как люди коллекционируют. Они просто дороже выходят. Не знаю, может быть закажу. Потому что у меня вот вообще отбило все желание опять туда идти на эту почту. Там же постоянно все ругаются. Все скандалят. Что-то всем все не нравится, что все так медленно. То у них какая-нибудь программа зависнет. На, сколько. Я, конечно, завтра попробую еще раз сходить. Ну не знаю. Просто сейчас столько всяких, да, этих, казалось бы, пунктов самовывоза, сдеки всякие, боксберы, там еще, еще, пикпоинты. И все равно вот многие, ну, Алиэкспресс, они что ли только на почте его можно получить? Я просто не в курсе, я сто лет не заказывала Алиэкспресс. Так что вот так вот, не могу купить марки. Никогда бы не думала, что это будет проблемой. У меня в основном посылка сейчас приходит с ДЭК, либо, ну, привозит курьер. Если я там что-то заказываю. Ну, или на обзор, что мне приходит. Поэтому я на почте давно не была. Я офигела. Ну, как бы, нет, я знаю, что там всегда много народа. Опять я без пластиковой вилки. Извиняюсь. Еще, знаете, многое зависит от картошки, все-таки. Вот эта вот картошка какая-то мы купили, она водянистая. Поэтому не так вкусно, как хотелось бы. Но дома жарища. Вообще, жесть. Ждали, ждали отопления. Вот не знаешь, как лучше. То ли в холоде сидеть, когда у тебя ноги мерзнут. То ли когда вот такая духота. Ну, хотя бы, когда духота, хотя бы можно окно открыть. Но вот у нас... Фу, погода шикарная. У нас 13 градусов. У нас так тепло. Вроде бы, всю неделю это обещает. Очень крутая погода. И вот эти вот листья желтые. Идешь так классно на улице, так красиво. Вот сюда макаю в это масло, которое у меня в салате. У меня, кстати, чай есть. Я опять с мокрой головой помыла. И не сушила. Пусть, естественно, путем сохнет, потому что дома тепло. Уж чтобы не использовать фен. А я не расчесываю волосы, когда они мокрые. Да, я уже расчесываю, только когда они сухие. Сейчас пойду делать уроки. В смысле, не я, а с Евой. Дам немножечко нам. Уже у них контрольные начались. Собрание, кстати, у нас будет на следующей неделе. Не знаю, зачем. У кого дети, школьники, зачем проводят. Собрание после первой четверти. Я просто не знаю. Может быть, это так положено. Ну, сейчас же, по-моему, запрещены вот эти вот все массовые мероприятия. Если я не ошибаюсь. Такая необходимость собирать людей. Все, что надо, можно же вот написать. У нас сколько было собраний? Всего лишь два. Перед началом учебного года в первом классе, я имею в виду. И в конце. В мае у нас было в первом классе. И все. А в втором классе у нас еще не было. И вот я не знаю, зачем их проводят. Может быть, вы знаете. Я рукой поем. Вкусно. Очень вкусно. Что, болзам няма и опять не о чем. Друзья мои, всем спасибо. Даже все неровно стояло. Ну уж не обессудьте. На этом я буду заканчивать свое видео. Вроде положила себе немного, но я опять объелась. Потому что я говорю, я пока готовилась, я половину салата съела. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok